Добрый вечер, в эфире программа «Обозреватель» с вами Елена Спиридонова. Желающих воевать на Украине становится все меньше. В то время как Минобороны докладывает об очередных победах силовиков и огромных потерях противника, Киев признает, что мобилизация на Западе Украины буквально проваливается. Все истинные западенцы уже сбежали за границу. Петр Порошенко обещает с 1 февраля воюющим солдатам в зоне АТО дополнительные выплаты. Примерно 60 долларов в день. Это при том, что лишних денег в бюджете страны явно не наблюдается. Но есть ли шанс, что войну остановят, если не сверху, то хотя бы снизу, когда некому будет идти в бой? Обсуждаем сегодня с экспертами, с гостями студии. И, конечно, вас также приглашаем к обсуждению на сайте rbc.ru. Сегодня задаем вам вопрос, сможет ли укрепить позиции украинских силовиков, дополнительные выплаты от Порошенко. Три варианта ответа, как обычно. Да, это серьезная мотивация. Так считает около 46% нашей аудитории. Нет, жизнь в такой войне дороже. Так, думает, 25 примерно процентов. И ему не поверят, денег на это нет. 30% нашей аудитории считает именно так. Со мной в студии. Вячеслав Ковт, он директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт». Вячеслав Николаевич, добрый вечер. И Игорь Короченко, член общественного совета премии на обороны России. Игорь Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем с информационного повода, почему мы здесь сегодня собрались. Весьма, мне кажется, сматематичная новость о том, что Порошенко предлагает дополнительные бонусы тем, кто воюет в зоне антитеррористической операции. О чем это говорит? О том, что боевой дух армии сильно снижается? Либо, ну, что это вообще? Ну, имеется в виду, что в боевых действиях непосредственно принимают участие очень ограниченное число военнослужащих, которые находятся на передовой. И о выплатах дополнительных именно говорится вот об этом. А в армии задействовано большое число людей, которые обслуживают боеприпасы и так далее, и так далее. Наверное, об этом. И общее стимулирование, конечно, оно никогда никому не мешало. Ну, вот обещают не только выплаты дополнительных 60 долларов в день тем, кто на передовой, но и дополнительные бонусы за технику противника. Давайте послушаем, что говорит советник министра внутренних дел Украины Антон Гераченко по этому поводу. Было принято решение, что комитета министра будет выплачивать тысячи гривен в день. Это примерно 50-50 долларов тем, кто находится на передовой. Уведены оплаты за уничтожение каждого танка, каждого реактивного залпового огня типа ГРАД, каждого автомобиля. Например, за уничтожение танка выводится оплата 40 тысяч гривен. 48 тысяч гривен, чтобы было более понятно, в переводе курс доллара, где-то там 2,5 тысячи долларов США. Сумма, мне кажется, весьма внушительная. Вообще, Киев себе это может позволить? С каких источников все это будет выплачиваться? Вы знаете, я хотел бы напомнить, что в начале 2000-х, когда шла антитеррористическая операция в Чечне, то российские военнослужащие также примировались за успешное проведение боевых операций. И такая практика существует во многих армиях мира. Поэтому здесь ничего нового нет. Что касается денег, то, безусловно, на сохранение территориальной целостности государство выделит все необходимые средства, в остальном мы ужмемся. Это так бы поступило на нашем месте любое другое государство. Игорь, а вы как можете прокомментировать вот эту вот инициативу Петра Порошенко? Ну, я могу сказать, что судя по официальным заявлениям украинских должностных лиц, в частности, советника президента Украины по военным вопросам, он официально заявил о том, что целый ряд подразделений отказывается участвовать в боевых действиях. Ну, например, хваленые батальоны. Причем, сразу говорю, это не какая-то пропаганда, это официальное заявление украинских должностных лиц. Из этого мы можем сделать вывод, что люди не хотят участвовать в войне. Априори для большинства населения Украины и для украинской армии совершенно очевидно, что Донбасс потерян. Поэтому и такие жестокие боевые действия ведутся, фактически, для разрушения инфраструктуры, потому что считается, что это уже чужая территория. Я хочу сказать, что некорректное сравнение операции российской армии в Чечне и с тем, что происходит на Донбассе. В Чечне российская армия решала вопрос уничтожения террористического образования, Чкерия. И, собственно, после того, как банды террористов были разгромлены, народ Чечни на свободном референдуме проголосовал за то, что они остаются вместе с Россией. Поэтому здесь разные абсолютно ситуации. Ну, а в целом, я могу сказать, что деньги, конечно, мизерные с точки зрения доплат конкретным людям, которые будут участвовать в боевых действиях. Ну, во-первых, как бы люди отказываются сейчас от мобилизации, это реально. Становиться грузом 200 во имя непонятных абсолютно инициатив Киева люди не хотят. Поэтому количество уклонистов, количество тех, кто будет скрываться на территории России, вот насильственная мобилизация будет только возрастать. Ну, мы-то, собственно, этому способствуем. Вот решение ФМС, продлить срок пребывания украинских граждан, как вам кажется, вот это окажет. Существенное влияние на ход мобилизации на Украине. И вот с чем вы связываете отказ жителей Западной Украины, оплота, украинство, по сути, идти воевать? Ну, сначала вот по тому, что вот здесь, на территории России, можно как бы некоторое время находиться. И это предложение было Владимира Путина, думаю, его поддержало. Теперь вот конкретный пример. Вчера в прилете в Шереметьево меня остановили пограничники, забрали паспорт. И как бы больше часа я находился просто вместе с другими пассажирами в неведении. После чего вышел сотрудник ФСБ и как бы как хозяин жизни начал нам рассказывать что-то. Только моя ссылка на то, что я приглашен на ВГТРК. И попросил его представиться, заставило его быстро ретироваться, и он отказался представиться. И через пять минут пришел начальник пограничной смены, отдал мне паспорт и удалил вот из этой группы. То есть вы намекаете, что жители Украины здесь у нас не особо ждут? Я думаю, что да. Это как бы прямой факт, который легко проверить. Это произошло вчера вечером в 23 часа в аэропорту Шереметьево. Что касается мобилизации. Вы знаете, в Украине 40 миллионов населения. И поверьте мне, что 50 тысяч набрать не является никакой проблемой. Тем более, что зрители, хочу, чтобы знали, в Украине не было военного призыва. Уже три года украинская армия формировалась на контрактной основе. Сейчас этот призыв возобновлен. Но его называют мобилизацией. Если так оценивать, то пожалуйста. Но поверьте мне, проблемы с... Почему не хотят идти воевать-то все-таки? Вот я приведу вам цитату Бирюкова, советника Порошенко. В Ивано-Франковской области 60% оповещенных военнообязанных не прибыли в военкоматы. 40% призывников покинули территорию Украины и выезжают целыми селами. Ну вы знаете, если они выезжают целыми селами, то наверняка хоть у кого-то есть там смартфон, который бы мог вот это зафиксировать. Чтобы мы посмотрели, как вот все село на подводах или на автомобилях выезжает. Я думаю, это пиар и попытка, знаете, создать какой-то ненужный эффект, баланс какой-то информации, которая не подтвердится в итоге. Со стороны советника президента? Он просто советник. Вы знаете, у нас обладает полномочиями министр. Чужой среди своих затесался? Нет. Это его может быть личное мнение. А такое мнение должно подтверждаться или министром обороны, или президентом и премьер-министром. Так же, как в России, только три человека имеют право говорить от имени страны. Это президент, премьер и министр иностранных дел. Как вам кажется, Игорь, вот с боевым духом тех, кто сражается на стороне ополчения, проблемы есть или нет? Нет. Ну, я во-первых скажу, тогда Бирюкова надо объявить агентом ФСБ, как это делают. И, наверное, чтобы он не советовал Порошенко. Ну, был такой советник у Путина Иларионов. Ну, как бы его, он сейчас агент ЦРУ, он как бы говорит против политики Владимира Путина. Да, но Иларионов сейчас проживает в США, а не сидит в Москве. Нет, боевой дух у ополченцев очень высокий. Ну, давайте честно говорим, тот, кто обороняет свой край, своих родных, близких, он действительно мотивирован. А кто воюет? Вот меня всегда этот вопрос интересовал структурно. Вооруженные силы ополчения, они что собой представляют? Какой там процент местных жителей? Какой процент тех, кто приезжает воевать за Новороссию? Идейных, таких, мотивированных людей. Процент местных жителей, я думаю, порядка 85-90%. Процентов где-то 10-15, очевидно, это добровольцы, которые могли приехать воевать. Что касается структуры, ну, созданы батальоны, батальоны и тактические группы. Разумеется, шахтеры, поднявшись из шахт, проходили какую-то подготовку, прежде чем они могли получить в руки оружие. Но сегодня армия ДНР и ЛНР – это реально боевая сила. И даже если мы посмотрим, например, операцию по зачистке Донецкого аэропорта, все-таки профессиональная украинская армия есть профессиональная украинская армия. Давайте сейчас, ну, услышали, ваше экспертное мнение, да, в общем-то, понимание ситуации из Москвы. Сейчас спросим по поводу состава вооруженных сил Новороссии у очевидца, у человека, который побывал в рядах ополчения. С нами на связи Никита Тележенко, внештатный корреспондент интернет-газеты «Знак.ком». Никита, добрый вечер. Скажите, вот вы видели все своими глазами. Кто воюет за ополченцев, за ЛНР и ДНР? И, собственно, почему люди туда едут? Люди, которые, я имею в виду не местные жители, да, которые приезжают из России, из других стран. Это идейные в основном люди, либо все-таки за деньги туда едут? Да, добрый день. Ну, что я могу сказать, да, я был там в июле-августе этого года, прошлого года уже. Там находится, помимо самих местных жителей, также там очень большое количество, ну, вот тут озвучили цифры, там 20, да, процентов это приезжих. Я немножко не согласился. Приезжих, наверное, те люди, которые едут из России, вот, не говоря уже о отпускниках, да, кого-то, это, ну, процентов 40, вот, это процентов 40-50. То есть значительное количество именно русских добровольцев там находится. Вот. В основной массе это люди все-таки идейные, да. Благо наш телевизор круглые сутки вещает о бесчинствах фашистов, да, это подобное, что происходит на Украине. Вот. Это в некотором возрасте влияет на людей. Вот. Но, помимо этого, туда также идут люди, которые, ну, озабочены, ну, материальной, да, составляющей. Вот. Некоторые уезжают туда, будучи идейным. А сколько там можно заработать? Вы можете конкретные цифры провести и, собственно, за что платят? Да. Или зарабатывают на тех, кто туда едет? Объясняю. Вот буквально полчаса назад там пообщался с человеком. Вот он был рядовым добровольцем из России, из города Самары. Вот. Ну, у него получилось где-то за две недели, это где-то около 60 тысяч. Около 60 тысяч за две недели? Да. 60 тысяч за две недели, да. А кто ему платил? Ну, он говорит, что привозили в чай, да, там уже командиры и люди около командира распределяли эти деньги, средства по этим людям. Ну, ему как-то повезло. Вот. Другой мой приятель там же находился. Вот. Тоже идейный, тоже идейный. Ну, так получилось, как раз он дежурил около аэропорта, вот, это вы в июле месяце, вот и обратно в месяц возвращались. Вот. Он рассказал, что, ну, деньги до рядовых ополчанцев, которые идут, они просто не доходят. Вот, как правило, деньги, им говорят, да, это деньги, выделены со сборов, вот, с добровольных пожертвований, которые у нас поделяют. Спасибо, Никита Тереженко был с нами на связи. Вот, по поводу выплат ополчанцам, вы можете как-то прокомментировать? Ну, я могу сказать, что вот эти заявления, они абсолютно голосновный характер носят. С кем-то поговорил, с кем непонятно, и сделал такое заявление в эфир. Я могу сказать, что добровольцы воюют за идею, денег им не платят. Да, их кормят, они живут, принимают участие в боевых действиях, но это искренний патриотический порыв. Это как в свое время воевали люди, помогая правительству Испании, когда генерал Франко поднял мятеж. То есть это люди, которые воюют в силу своих идейных убеждений, и для них это главная мотивация участия в боевых действиях. За что воюют на передовой украинские военнослужащие, вот те, кому сейчас обещаны деньги, в частности? Ну, я думаю, что тут даже не о чем говорить. Украина – это государство, признанное Россией, признанное всем миром. Эти люди приняли присягу. Они защищают территориальную целостность Украины. И там ставить их на один уровень с боевиками. А что, боевики не курят, сигареты не покупают, их выдают. Это же как бы финансирование все равно происходит. Оно или публичное, или не публичное. А кто основная боевая сила Украины? Это вот те добровольцы, которых набирают, молодые ребята? Я вот читала про то, что батальоны правого сектора 16-летних подростков. Давайте определимся. Национальная гвардия – это переименованные внутренние войска, такие же, как есть в России. На 95% это официальные войска. Только 5% – это так называемые добровольческие батальоны. Кто на передовой-то? Подождите, добровольческие батальоны, они бывают, как бы, расширяются и бывают сужаются. Ну, выходят из боевых действий. А сейчас они расширяются или сужаются? Ну, сейчас происходит перегруппировка, потому что действительно тяжелые бои были, были потери, раненые. И как бы их стало меньше, объективно. А как вам кажется, вот время перемирия, кто с большей пользой для себя использовал? Украинские военные, либо ополченцы? Потому что, ну, несет ряд, что перегруппировки проводились. Безусловно, каждая из сторон активно готовилась к продолжению войны. У кого лучше получилось? Ну, вы знаете, хотя много говорят об новой фазе активного боевого противостояния, но на самом деле украинские войска как стояли на линии, определенной минскими соглашениями, так на ней и находятся. Происходят артиллерийские дуэли. Они постоянные. В этой войне нет практически прямых боевых столкновений. А вот как вы объясните, почему такое количество жертв среди мирного населения? С чем это связано? Это трагедия, потому что все это граждане... То, что это трагедия, это безусловно, это даже не обсуждается. Это жуткая трагедия. Почему это происходит? По чьей вине? Либо это случайность? Очень густонаселенный регион, реально густонаселенный, урбанизированный. Это не чья-то цель? Да нет, ну как может быть, любая гибель, она вызывает взаимные обвинения и ожесточение. Поэтому в этом не заинтересованы ни Украина, ни боевики, чтобы их обвиняли в убийствах мирных жителей. Так может быть, если это вызывает ожесточение, то большее количество людей захотят пойти в бой? Они беззащитны, они ничего не могут сделать против людей с оружием. Если к вам в дом придет человек с автоматом и скажет, что ему нравится, вот это, вот это, вот это, вы сможете ему возразить? Я не смогу. Но с другой стороны, если человек, проживающий в стране, видит, что в его стране гибнут мирные жители, то, вероятно, он с большей охотой пойдет в бой. Те, кто смог, выехали. Часть в Россию, часть в Киев, другие регионы. А там остались беззащитные. Сейчас к нам присоединяется журналист 17-го канала, он с нами на связи по скайпу из Киева, Жанна Новосельцев. Жанна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы утверждаете, что вы приложили максимум усилий для того, чтобы воюющие люди в конечном итоге не вернулись на поле боя. Скажите, удается ли это делать? И вот по вашим личным наблюдениям вы общаетесь и с той, и с другой стороны. Вы пытаетесь выстроить диалог обеих противоборствующих сторон. Вот боевой дух сейчас падает, либо напротив нет? Смотрите, патриоты есть, они и с одной стороны, и с другой. Есть люди, которые свято верят в то, что защищают свою землю. Можно понять и ополчение, которое стережет конкретно саппы и огороды, и украинцев, которые из Львова приехали защищать Украину на Донбасс. Нам это понятно. Мы не хотим даже нырять, с чего это все началось, после каких информационных технологий. Но то, что на данный момент есть люди, которые уже профессионально готовы убивать, они есть и с одной, и с другой стороны. Падает у них что-то или поднимается. Нас это не так интересует. Нас интересует, как мы можем засадить их за стол, который закончится не просто как бы пустым разговором, а закончится не перемирием, а миром. И мы сейчас, вот вы сказали, мы приложили, мы прилагаем. То есть мы каждый раз пытаемся расширить студию, сделать насыщенный эфир за счет того, чтобы привлечь как можно большее количество людей, желающих мира. Настроение воюющих сторон меняется или нет, по вашему наблюдению? Я думаю, что меняется оно по обе стороны фронта. Здесь на месте люди недовольны тем, что совсем недавно только начали нормально поднимать зарплаты воинам. С той стороны, я так понимаю, из-за многополярности власти, но сейчас говорят о том, что тоже все это в какой-то порядок выстроили. Опять-таки, этот момент нас мало интересует. Мы сами заинтересованы, чтобы боевой дух с обеих сторон упал. Потому что боевой дух в том случае, когда, к нашему мнению, брат брата убивает, он как бы ни к чему. И отслеживать его там рост и радоваться этому мы не можем. Как вам кажется, вот дополнительные бонусы за подбитую технику противника, либо за захваченную, за каждый день нахождения на линии фронта, как это отразится на боевом духе? Смотрите, я как бы, вот еще раз говорю, то есть, говорить о том, что, как оно отразится, ну, безусловно, может быть, кто-то пришел зарабатывать конкретно деньги, да. Я не в этом поле, как бы, я не специалист. Я говорю о том, что надо всячески людей останавливать, да, усаживать за стол, и чтобы они смотрели друг на друга не в прицел винтовок, а в веб-камеру, как мы сейчас с вами. Это гораздо полезнее. Как вам кажется, что главным аргументом могло бы стать вот в этом переговорном процессе? Как, собственно, что нужно делать, как убеждать людей, чтобы они не шли воевать? У вас есть какой-то рецепт? Коротко, если можно, ответьте. Конечно, есть. Рецепт есть. Во-первых, как бы, должны СМИ перестать лгать. Вы сами понимаете, что российские СМИ, они сделали огромный вклад в то, чтобы разгорелось это пламя войны. Украинские СМИ, они лишь поддержали это пламя, горение. И сейчас и та, и другая сторона продолжают дальше качать эту тему. Видите, вы же интересуетесь вопросом о мире в 10%. 90% вас интересует поднятие боевого духа. А на самом-то деле роль СМИ сейчас важна, как никогда. Вы можете, и наши СМИ, центральные каналы, могут делать огромные студии, где могут телевостами, как мы сейчас здесь, в полуподвале. Спасибо. Спасибо вам за вашу работу, за вашу деятельность. Жанн Новосельцев был с нами на связи, но мы-то поднятием боевого духа исключительно с точки зрения его препятствий мирному процессу интересуемся. Хочу свое оправдание это сказать. Спасибо вам за участие в этой программе. Я напоминаю, что со мной в студии были Вячеслав Ковтун и Игорь Коротченко. Всего вам доброго и до новых встреч.